Всем привет, друзья! Давно не снимали вечерний Морис, и вот мы снова здесь с вами. Мы сегодня хотим вам рассказать о такой штуке, как совмещение работы и тренировок. Это будет жестко. Почему? Потому что многие люди работают очень много, устают. И мы расскажем, как вообще можно это совмещать. Санёк работает ночью, я работаю днём. И мы расскажем вам несколько интересных фактов. Давай, Санёк, чем-нибудь расскажи. Для начала начну со своего опыта работы в Англии, потому что очень многие ребята говорят, что, ну да и взрослые, в принципе, без разницы, все отмазываются и списывают свою лень на то, что они работают, а они постоянно заняты. Но на деле, даже вот на моём опыте, я работал было 2 недели подряд, и бывало просто, допустим, 7 дней, потом перерыв какой-то только день или два. Я работал по 14 часов в день, по 15 часов в день, как бы. Ну, 10 это было, в принципе, минимум. И всё равно я ездил в залы, потому что в крупных городах обычно всегда есть зал, который типа 24 на 7 открыт, то есть вы можете ездить в любое время. Поэтому для меня было достаточно банально это ездить в зал ночью. То есть даже в час ночи я мог приехать, в два ночи потом приехать. Естественно, если вы употребляете какой-то там кофеин или притренировочный комплекс, я этого не делаю, чтобы потом заснуть. Но как минимум провести какую-то базовую тренировку, потом немного минут 30 расслабиться, и уже можно, в принципе, засыпать. То же самое сейчас. Я вообще работаю ночами, где-то с 10 вечера и там до 8 утра получается. Пока приду домой, там только в 9-10 начинаю ложиться спать. Саньку звонишь, он не отвечает. Да, потом сплю. Абонент недоступен. Я врубаю телефон, да. И сплю, бывает там до 5-6 вечера, и всё равно встаю, как бы тоже кушаю и иду на тренировку. То есть всё дело вашего желания. А вот эти отмазки типа я работаю, там. Да я работал, наверное, больше, чем большинство по графику, там 8 на 5. То есть если по часам даже. Да, на самом деле всё в мозгу. Я тоже как бы работал. Я сначала работал официантом, как и Санёк, в принципе. В принципе, официантом я работал 14 часов в день, в сутки. 14 часов. Приходил вообще просто никакущий, там. Ну, Саня докажет, что там убиваешься, просто в хламину бегаешь, бегаешь, и ноги болят, и всё, болит. Вот. И потом приходишь, ну, отдыхаешь как бы немножко, естественно. И потом всё равно идёшь в зал, потому что если у вас есть цель, вы должны её добиваться. То есть вы должны заложить в свою голову программу, что вам нужно что-то выполнить, и вы без этого как бы не можете жить. Это как бы ваша рутина должна быть. Постарайтесь себя запрограммировать на то, что без тренировки и, короче, без того, чтобы вы на шаг придвинулись к вашей цели, ваш день прошёл зря. Это так же, как бы, как вы просыпаетесь, чистите зубы, там, идёте в туалет. Также должны обязательно ходить на тренировку, да. То есть смотрите, потом... Можно сказать, что бывают работы, когда реально вы не сможете нормально тренироваться. Пускай не все будут... Окей, мы молодые, допустим, если кто-то смотрит, кто постарше, он, может, не сможет сделать какие-то 15 часов отработать и ночью идти в зал. Потом с утра опять просыпаться. Там кто-то может здоровье не помогать. Да, да, да. Если здоровье не позволяет или всё-таки у вас реально не хватает времени, то всегда есть дни отдыха. То есть когда у вас выходной, вы можете в эти дни тренироваться. То есть, смотрите, ещё такая тема была, когда я работал ещё в школе учителем на полную ставку. Сейчас я не на полную работу, я сейчас на минимальную, чтобы успевать вот влоги снимать и так далее. Когда я работал на полную ставку, там устаёшь именно не физически. То есть вы там ни руками, ни ногами работаете, а работаете головой. И то есть вот это напряжение, особенно когда ты первые дни работаешь, приходишь, даешь, заходишь в класс и весь вот так стоишь, дрожишь, да, и на тебя все смотрят, такое внимание, это очень сложно. И когда у вас, вы устаёте ментально, то вы устаёте физически. Приходите домой, вас просто вырубают. Но я работал так примерно месяц и всё равно регулярно ходил на тренировки, занимался, хоть у меня просто, ну отказывали конечности, тупо мозг вырубался, отказывали конечности. Я всё равно ходил, потому что я понимал, что я ходил уже 10 лет, тренируюсь уже 10 лет, почему я должен забить вот в ближайшее время. Нет, естественно я буду ходить. И как я и говорил, это всё в вашей голове, всё в ментальном смысле. Поэтому если вы хотите тренироваться, вы будете тренироваться и не будете искать отмазки. То есть вы должны запрограммировать в голове своей, что вам нужно это обязательно делать. И тогда, это знаешь как тема есть такая, если ты хочешь сделать например 10 повторений, ты должен сделать 15, запрограммировать в голове, что ты должен сделать 15. Ты будешь делать стараться 15, и ты уже сделаешь не 10, а там 12 например. И также нужно запрограммировать остальные все задания, которые вы должны сделать на день, да например. И тогда у вас всё будет чётенько. Да, и чем больше вы начнёте тренироваться, со временем я думаю у многих появляется такое, что вы просто не представляете, что делать без этого. И вот когда вы дойдёте до такого момента, вот почему, когда я уже поехал... Это как наркотик. Да, когда поехал в Англию уже, я тренировался на протяжении лет 3 на тот момент, и я уже просто не мог себя представить без этого. Поэтому мне было пофиг, я работал весь день и ночью ехал всё равно в зал, потому что без этого я чувствовал себя как бы неполноценным. Да, есть такая тема. Ну что, вот такие вот советы, не знаю, помогают, нет? Ну да, ну главное, есть такие маленькие, может, совет, которые я могу дать, которые я использовал. Многих после рабочего дня, они думают, что если сейчас они выпьют притренировочный комплекс, и кофин, то у них вдруг появится энергия, чтобы работать уже в зале. Возможно это и так, но вы не забывайте, что после рабочего дня вам нужно спать. Во второй половине дня лучше не принимать никаких добавок, ничего, просто для того, чтобы вы спокойно смогли спать. То есть всё равно тренировки сами по себе будут бесполезны, если не будет восстановления. Поэтому в первую очередь настроитесь так, чтобы у вас тренировки с работой объезжались. То есть в этот промежуток всё равно должен быть сон. То есть вы должны обязательно спать. Если вы будете тренироваться, но из-за этого вы будете спать только 3 часа, это бессмысленно. Кто не знает, на первом месте питание где-то, наверное, 70-75%. На втором месте это сон, естественно, на третьем только там процентов 5, может быть 7% это тренировки. Тренировки это не самое важное, самое важное питание. Поэтому где бы вы ни находились, на работе, там в школе обязательно нужно питаться, как многие мне говорят. Ты мне составил программу питания, как я должен носить с собой в туалете? Да, вот в школу то, что спрашивают. Я на протяжении 8-9 класса, вот с тех пор как я начал заниматься, я носил контейнеры. Я в колледж постоянно носил. Да, но видишь, ты даже ел, наверное, в столовой. Нет, я не ел в столовой, я там это, в фойе, в колледже, я там в хаосе ел. У меня, допустим, была ситуация, что когда я еще в школе учился, мы учились на четвертом, школа четырехэтажная, мы учились на четвертом этаже, мы приходили, я и мой друг, мы начали качаться в 8-9 класс, мы приходились такими, как контейнерами с едой, и мы кушали на нижних этажах, чтобы наши нас не видели, потому что нам как-то было стыдно перед своими одноклассниками немного, то мы ходили туда, где младшеклассники, там первый, второй, третий, и вот там вот на переменах просто кушали на скамейке. На самом деле, вы должны сказать всем, что вы спортсмен, но можно не говорить, они должны это знать, в принципе, что вы ходите в зал, это всякое такое, и это вполне логично, что вы должны соблюдать режим, если хотите набрать массу, если у вас будет какой-то прогресс, то они будут видеть, что вы вообще красавчик, и будете хавать вообще без проблем прямо на уроке. Просто вы должны наплевать на мнение других, и все, тебе это надо в первую очередь, вообще плевать, какая разница, вот у меня так было, я вот ходил так с контейнерами, кушал, вообще не было результата, а потом через 2-3 года все появилось, и в итоге все мои одноклассники, все начали делать то же самое, все начали кушать правильно, носить в школу эти гребаные контейнеры и ходить в зал. Вы должны подавать пример, окружающими людям, да. А так что, я думаю, все, да? Ну да, не сдавайтесь, тренируйтесь, продолжайте работать, это не отмазка, а все отмазки у вас в голове, все, что, все, короче, барьеры всегда в голове, если вы их поборете, сможете сделать так. Все можно сделать при желании, поэтому, друзья, спасибо большое за внимание, ставьте лайк этому видосу, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграмчике на нашу, на Санька, на мой, вот здесь где-то будут, и увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok